Всем привет! Добро пожаловать в Аленку Блог. В сегодняшнем видео я бы хотела посвятить ароматам для завтрака или ароматам для утреннего свидания. То есть они и туда подойдут, и туда подойдут. Эту тему мне порекомендовала моя подписчица в Instagram. Очень такая приятная, романтическая тема, легкая. Я с удовольствием записываю. Это мое мнение по поводу ароматов для завтрака. Кому-то, может быть, они покажутся слишком агрессивными, слишком яркими и слишком кричащими. Но вот это мое мнение. Я бы именно эти ароматы одела бы на завтрак или на утренние свидания с кавалером. Так что давайте начнем. Представим себе залитые солнцем кафе в Европе или в России, где угодно. И вы такая вся с утра уже, легкий макияж, волосы рассыпаются, флёр аромата. И вы идёте на вот такое романтическое свидание или на завтрак. И что бы я предложила вам одеть? И сама бы с удовольствием, конечно же, одела бы. Конечно же, без Шанель никуда. И, конечно же, это Eau Premier, Шанель номер пять. В любое вообще время года, будь то завтрак на залитой солнцем террасе, да, кафе, на улице где-то у воды, будь то, наоборот, внутри помещения, где там за окном падает снежок, и вы такая вся в пальто, в шарфе, в шарфе, в шарфе. В общем, на разные сезоны он подойдёт идеально. Eau Premier, Шанель номер пять. Я считаю, аромат очень сдержанный, очень лаконичный, женственный. И такой вот он радостный. В нём есть такая, какая-то бабли, как эта искрящаяся, как в шампанском, знаете, вот эта вот нота. Это тема такого праздника. Праздник, который можно устроить и утром, и днём, и вечером тоже. Так что Шанель номер пять Eau Premier, мне кажется, идеально подойдёт на утренние завтраки или свидания. Дальше все эти ароматы, которые я вам сейчас покажу, идеально подойдут. Это тоже у меня такой набор Шанель. И это все ароматы в концентрации чистый парфюм. Я не думаю, что вот эти ароматы, ну, какие-то из них Eau de Parfum для завтрака подойдут, потому что они немножко такие тяжеловатые. Но именно в концентрации чистый парфюм ароматы Шанель звучат как-то особенно празднично, игриво, сидят близко к коже, и, мне кажется, вашему спутнику или спутнице захочется к вам прям приблизиться и вот как-то вас прочувствовать. Вот такие ароматы, особенно мне нравится в концентрации парфюм аромат Coco. Он, мне кажется, идеально подойдет на более такую прохладную погоду. Я сразу себе представляю круассаны или какие-то такие вот булочки, или, ну, в общем, чашечку кофе с пенкой, капучино, латте, в общем, все-все вот эти вот вкусности. Или даже бокал шампанского, те же круассаны и так далее. Завтраки везде разные. В Париже, я знаю, люди любят завтракать с шампанским. Так что, да, вот Coco мой, наверное, самый такой фаворит из этой линейки чистых парфюмов. Также мне очень нравится Allure. Allure, мне кажется, и бокал шампанского на завтрак. Это просто вот идеальное сочетание. Ну и, конечно же, Шанель номер 5. Но ей бы я все-таки предпочла версию Eau Premier. Так что вот такие вот ароматы номер 19, мне кажется, идеален для жаркой, жаркого утра, жаркого завтрака на какой-нибудь террасе. Вы такая вся в белом, ну или в любом цвете. И вот на жару 19 просто прекрасен. Это что касается моих предложений с Шанель. Мне кажется, вот они вот такие очень подойдут, вот такие романтичные утренники. Назовем их так. Следующие два аромата. Давайте, ладно, их уже возьму. Serge Lutens. Один аромат, второй аромат. Я что-то все взяла в коробках, как все лежало у меня в шкафу. Достаю. Первый аромат это Nude de Salofan. Целлофановая ночь, он больше подойдет на такой прохладный утренний поход, нежели в такую жару. Лично на мне он в жару раскрывается так себе. Он любит, когда более так прохладно, ну на моей коже. И вот именно в прохладу он дает вот эту потрясающую жасминовую медовость, медовую ноту. И очень-очень дозировано. Мы его наносим. Ой, думала чихну, нет. Утром очень дозировано. Аромат очень стойкий, аромат очень яркий. И мне кажется, с утра может придушить. Поэтому очень на любителя. Но я бы рискнула, я бы рискнула с ним выйти. Он такой, знаете, как карамелька Барбарис. Такой с кислинкой, с медовой сладостью. Вот все вместе с жасмином. Мне кажется, вот такой цветочный букет для утреннего свидания был бы просто идеальный. Целлофановая ночь. The best. The best, господи. Ну, мне кажется, он бы подошел. И следующий аромат. Это Fleur d'Oranche тоже от Сержа Лютанца. С ним можно как бы даже и побольше, не так сильно напрягаться. Он идеален для лета. Для жары, для летнего бриза, для летнего горячего ветра, для летнего солнца. Утром оно еще такое необжигающее, приятное, теплое, ласкающее, можно даже сказать. И вот этот вот аромат Fleur d'Oranche для утренних завтраков и свиданий, мне кажется, был бы идеален. Я прям даже представляю, знаете, ну вот вы расслаблены, да, вот вы где-то на отдыхе, да, пошли на завтрак. И этот завтрак может плавно перетечь в обед, да, вы прогуливаетесь по городу. Вот так все это прекрасно, романтично, и вот этот аромат, мне кажется, будет верным спутником вот такого романтичного утра и дня, и, возможно, вечера. Жасмин. Я тут чувствую жасмин. Я не слышу здесь, может быть, к счастью, может быть, нет, ноту апельсинового цвета. Ну вот как-то, видимо, мой нос больше улавливает в этом аромате вот прям интенсивный, красивый, но не кричащий, не колючий, не агрессивный жасмин. Такой, вы знаете, натуральный, свежий, очень приятный на нюх, очень приятный на нюх. Прекрасный из флёр д'оранж, идеальный аромат для утреннего свидания и завтрака. Следующий аромат, который я хочу вам показать, это мое впечатление о нем, и хочу рассказать небольшую историю. Это арпэш от Lanvan. Мы ходили на завтрак с нашей подругой Розой, и вот я помню, она нанесла с утра этот аромат, и я еще так думала, прям с утра такой тяжелый. Я его не могу носить, тем более с утра. Вот пока мы завтракали, пока мы сидели все вместе, этот аромат так красиво шлифил от нее, что я подумала, что надо же, как интересно, даже с утра вот он так может красиво раскрыться. Так что я этот аромат бы смело порекомендовала для утра, для утреннего завтрака и романтичного свидания где-то в кафе. Вот мне кажется, но нужно пробовать. Нужно пробовать, я говорила уже, на мне этот аромат иногда подает не очень приятные ноты, индольные, но иногда он раскрывается очень красиво. Повторюсь, хочу попробовать винтажную версию, ну вот сейчас активно ищу, может быть найду. Так что это бело-цветочный аромат, немножко альдегидный, немножко мыльный, идеален для особого, видимо, типа кожи. Вот на Розе он раскрывался просто восхитительно, свежо, даже хрустко. Вот знаете, вот аромат белой рубашки, его можно так назвать. Очень прекрасный. На утро вот я прям ловила его и наслаждалась. Следующий аромат, который мне очень нравится и который не очень стойкий, не очень громкий. Но вот для такого первого, возможно, свидания в утреннем кафе он бы очень подошел. Это Аник Гутал Рос Сплендит. Аромат о Розе, но о Розе такой, только-только-только вот такой распустившийся, очень такой свежий, молодой Розе и немножечко такой с перчиком. Вот эта вот нота перца, я не знаю, есть там перец или нет, может быть там есть действительно розовый перец, она придает этому аромату такую очень пикантную изюминку. Потому что если бы это была просто роза, ну, честно говоря, было бы не очень, наверное, интересно. Это туалетная вода, она не такая насыщенная, не такая стойкая. Мне кажется, вариант утренний, вот то, что нужно. Так что если вы ищете что-то пикантное с розой, обратите внимание вот на Рос Сплендит от Аник Гутал. Мне она нравится. Мне она нравится, ношу ее не часто, к сожалению, ну, или к счастью, слушайте. Но вот как-то под нее нужно такое особое, видимо, настроение. Надо как-нибудь ее выгулить именно на утренний какой-нибудь романтик. Будет здорово. Так что еще такой вариант. Реплика Майзон Мартин Марджелла, Лэйзи Сандэй Монин. Он, ну, это очевидно. Воскресный день, и вы куда-то идете на завтрак или свидание. Даже на завтрак там всей семьей вы можете идти, да, с друзьями. Это тоже вот в эту категорию попадает. Аромат свежий, аромат чистый. Аромат, вы знаете, как будто вы только-только из душа вышли. Такая вся легкая, воздушная, на улице солнце, вам хорошо, впереди весь день. Прекрасный день, много планов, там какие-то походы и так далее, и так далее, и так далее. В общем, аромат такого вот реально расслабления. Он сюда очень классно подходит. Мне нравится, что здесь в начале, когда только наносишь его, очень красивые, вот, ну, вот у меня прям в носу распускается ландыш. Странно звучит, конечно, но я люблю ноту ландышей и была приятно удивлена, найдя ее именно вот в этом аромате. Ландыши, потом они перемешиваются с мускусом, с мускусом очень свежим, очень таким полупрозрачным, деликатным, ну, красивым. Хороший аромат, очень хороший, ладный сделанный, несмотря на то, что это туалетная вода, он держится очень долго, ну, реально очень долго. То есть на него потом можно отлично наслаивать какой-то аромат, он идет хорошо как база. Хороший, хороший вариант. Если мы говорим про флёр д'оранж, апельсиновый цвет, где я его реально слышу и где он будет уместен с утра на завтрак, это Мадемуазел Пеге от Роберто Пеге. Кто-то мне писал в комментариях, что это очень тяжелый аромат, вечерний. Ну, знаете, для меня он реально вот вполне себе ничего с утра и, ну, до вечера, вполне подходящий. Ну, у всех у нас разная степень как бы принятия ароматов, то есть я люблю тяжелые даже ароматы, когда лето. Но вот этот аромат я не считаю прям тяжелым. А что здесь у нас? Вихрь. Вихрь просто флёр д'оранжа. Вот все вот прям флёр д'оранж. Потом это все скрашивается таким миндалем немножко сливочным, жасмином. В общем, такой вот он бело-цветочный, но с примесью. Вот именно флёр д'оранжа, миндаля, ну, каких-то кремовых нот. Вот очень позитивный, очень такой ласковый аромат именно на тёплую погоду, когда тепло, когда радостно. Ну, летом всегда радостно, когда солнце. Он прям как ни один другой скрашивает времяпрепровождения. Особенно с утра. Очень красивый, очень красивый. Мне кажется, идеально подойдёт с какой-то соломенной шляпкой, с какой-то корзинкой. Ну, вот этот такой стиль прованса вполне будет уместен этот аромат. Следующий аромат, который я бы вам порекомендовала, это гордения от Миколев. Я её очень люблю. И летом она хороша как с утра, так и на вечер, под какой-то вечерний наряд и так далее. Аромат гордений. Гордений нереально красивый, очень натуралистичный, очень дорого звучащий. Вот если говорить о аромате, который можно сравнить с дорогой уходовой косметикой ароматом, то вот этот аромат, он звучит реально ухоженным телом, ухоженной женщиной, я не знаю. Он необыкновенный. Он необыкновенный, и в этом аромате, наверное, всё-таки, да, это романтический аромат. Это не просто аромат для завтрак, это аромат для романтического свидания на утро, утром. И с бокальчиком шампанского обязательно. Бокальчик шампанского, может быть, какие-то маленькие макаронсы, может быть, маленькие круассаны, а может быть, даже немножко устриц с утра. Почему? Никому не повредит, если мы где-то отдыхаем, если мы на каникулах. Всё, я хочу уже устриц и шампанского. В общем, Гардения – это вот прям идеальный аромат на романтическое свидание по утру. Следующий аромат – это, конечно же, Линтердит от Дживанши, новинка прошлого года. А он не такой, наверное, ну, нет, нет, нет. Новинка – Линтердит от Дживанши. У меня вот такой очень симпатичный пробник на 10 мл. Очень красивый. Носила его пару раз. Очень мне он нравится. Он очень яркий, он очень притягательный. Он запоминающийся. Вот если вы хотите оставить о себе шлейф, такой послевкусие, обонятельный, то вот этот аромат очень подойдёт. Все подойдут, но вот этот вот особенно, потому что он для меня на крайней такой съедобности. Знаете, когда вот хочется вот, вот прям вот вы нюхаете аромат и хочется его съесть. Вот в этом аромате присутствует вот эта вот винная составляющая, вот это виноградные лозы, которая уже такая немножечко переспелая, вот прям сладкая такая, вкуснейший такой сладкий виноград. Вот реально нюхаешь этот аромат и хочется вот есть виноград. Хотела сказать ложками, нет, гроздьями. Хочется есть виноград гроздьями. Бесподобный красоты аромат. Очень красив именно на лето, с утра. Наверное, не нужно с ним перебарщивать, потому что он очень стойкий, очень такой яркий. Может немножечко вас придушить и, может быть, окружающих вашего спутника или спутников, с кем вы там будете завтракать или проводить романтическое свидание. Но, тем не менее, очень красив с утра, нарядный, элегантный. Потому что завтрак же может быть не обязательно в таком расслабленном стиле. Вы можете там пойти куда-то перед работой, позавтракать уже в таком деловом наряде. Вот этот аромат мне кажется очень подойдет. Такое деловое красивое черное маленькое платье, такой каблук. Вполне. Следующий аромат и уже заключительный. Нет, еще один будет. Michael Kors Michael. Видите, я все в коробках сегодня достаю. Потому что достала все из шкафа в коробках и показываю вам в коробочках. Храню в коробках. Раньше выкидывала коробки, но сейчас поняла, что зря я это делала. Ароматов много и мы переезжаем часто. И нужны коробки. Аромат Michael от Michael Kors. Для меня он схож немножко с наркотик Вина, с наркотик Ви от Назомата. Назомата я бы не рекомендовала никакой из ароматов одевать с утра. Потому что они, конечно, очень не тяжелые. Они очень яркие, очень невызывающие. Ну, то есть они уже когда, если вы идете с кем-то первый раз завтракать на свидание, то лучше чуть полегче одевать. И там уже такая тяжелая артиллерия идет. Это вот из ряда облегченного наркотик Винас. Аромат очень красивый, нежный, белоцветочный, шлейфовый, притягательный. Такой, знаете, некрикливый совершенно. Потому что наркотик Винас, он немножечко, конечно, такой китчевый и крикливый. Но, несмотря на все это, я его уважаю, люблю и просто он прям вот настолько женственный для меня. Этот, наверное, намного-намного-намного проще. Но, тем не менее, настроение он задает. Он задает настроение, он придает вам плавности, женственности, уверенности. Я помню, я вносила летом, очень часто на работу с утра. И, ну, я помню, наслаждалась. Я вот, если даже шла пешком до работы, мне очень нравилось, как от меня пахнет. И когда я приходила уже на работу, шла за кофе, вот этот аромат, он вот у меня ассоциируется именно, да, вот с утра, с утренними моментами. Так что, да, вот такой аромат Michael Kors Michael, я бы вам его с удовольствием рекомендовала. Все, и последний аромат, я чуть о нем не забыла. Это, конечно же, Жадор от Dior. У меня он в концентрации Eau de Parfum. И я его ношу летом и утром, и вечером. Очень его люблю. Ну, многие, наверное, знают, что я поклонница Жадор и именно версии Eau de Parfum. Еще хочу у себя версию дымку для волос. Ну, посмотрим. Ну, пока вот мне хватает Eau de Parfum. Аромат? Ну, аромат, вот знаете, сколько уже лет этому аромату, уже такая парфюмерная классика от Dior. Для меня он, ну, до сих пор как бы в пике парфюмерных трендов и так далее. Вот он как-то всегда уместен, всегда интересен, всегда популярен. Красивый, белоцветочный, мускусный, фруктовый, такой пыльцовый, именно летний аромат, именно, мне кажется, идеальный. Ну, если мы говорим про завтраки, у нас сейчас такая с вами тема, завтраки, романтические свидания утренние, то вот он, мне кажется, будет здорово звучать. Утро, вы, даже знаете, я представляю себе такую девушку, по пыхах вы собираетесь, по пыхах вы как минимум макияжа, может быть, возможно, даже вообще без макияжа, там, какой-то крем, может быть, слегка хайлайтера, слегка там, блеск для губ, белая рубашка, такая, может быть, неглаженная даже, вот, быстрее, быстрее, даже быстрее, и она опаздывает. Брюки какие-то широкие или маленькие шорты, ну, смотря там от вашего настроения, от вашего стиля. И вот этот аромат, он реально подойдет всем, и девушке в джинсовых шортах, и в маленьком топе, и девушке в красивом льняном костюме, и девушке в длинном каком-то платье, боха-стайл, там, такой цыганской, да, он реально, вот, вне моды, вне конкуренции, красивый, красивый аромат, жадорчик, очень люблю. Сейчас идем в парк с мальчиком, с моим сыночком гулять, я его, пожалуй, деду, буду такая мама красивая. Все, надеюсь, вам понравилось мое видео, пишите, пожалуйста, если вы любите такие романтичные завтраки, если любите вообще ходить на завтраки куда-то вне дома, мы любим, ну, не часто получается, но когда получается, конечно, очень приятно. И пишите, что вы носите на такие приятные утренние моменты, мне всегда очень нравится вас читать, общаться, это, конечно, бесценно. Все, с вами была Ленка Блок, всем пока, чау-чау, пока.